Всем здравствуйте, это программа Ревью и сегодня в выпуске. Властелин колец позавидует, ювелирное украшение теперь способно открывать любые замки. How do you do? Смогут ли казахстанцы помочь американцу дойти до дома? В таком большом городе все проконтролировать практически невозможно. Аким Алма-Аты Баужан Байбек попросил горожан о помощи. Прицел на афродизиаки и витамины – главные суперфуды этой весны. Сегодня Аким Алма-Аты Баужан Байбек провел отчетную встречу с населением города. Градоначальник подвел итог 2015 года и озвучил планы на будущее. В это же время с астанчанами встретился и Адильбек Жаксыбеков. Подробнее о состоянии дел в этих городах расскажет Сабина Таргаева. На встрече с Баужаном Байбеком присутствовало около 3000 человек – деятели искусства и спорта, руководители молодежных организаций и обычные горожане. Только силами Акимата в таком большом городе все проконтролировать практически невозможно. Я прошу общественность, если вы что-то видите, знаете, направляйте к нам в Акимат, и мы будем принимать меры. Чтобы быть в курсе локальных проблем алматинцев, Акимат создал аккаунты в социальных сетях. Самый популярный из них – страница в Инстаграме. 80% вопросов решаются в течение двух дней. То есть в Инстаграме сразу видно – решается вопрос, не решается. Мы даем конкретные ответы с фотографиями. Еще один вопрос на повестке дня – экология. Алматы входит в сотню самых загрязненных городов мира, а 80% вредных выбросов производится автомобилями. Разгонять смог руками еще не научились. Поэтому выход из ситуации – развитие доступного общественного транспорта. Частным инвесторам будет приобретено 200 новых автобусов на газе на сумму 6,7 миллиардов тенге. Первые 100 автобусов должны выйти на рейс уже в апреле. В ходе встречи Байбек также затронул вопросы системы электронного билетирования и недовольства населения. В скором будущем следует обеспечить оплату за проезд при помощи СМС, а также оснастить терминалами по пополнению карт весь подвижной состав. До конца апреля нужно внедрить систему электронных разовых билетов. Одна из решенных проблем – проездные билеты. Их стоимость для льготной категории граждан составит от 1 до 3 тысяч тенге. Ветераны войны, инвалиды общественным транспортом будут пользоваться бесплатно. А цена обычного проездного – 7200 тенге. По информации транспортного холдинга, уже завтра проездные появятся в продаже. Аким Астаны Адельбек Джексибеков также провел отчетную встречу. Глава столицы сообщил, что в городе нет безработицы. Более того, вакансий даже больше, чем соискателей. Кроме того, Адельбек Раскельдинович прокомментировал изменения начала рабочего дня в столице. В 8.45 отвезти детей на 15 минут в школу раньше. Мы поднимаем целый шум, доводим это до каких-то проблем, выяснений и так далее. Это же поможет прежде всего вам. И любой ребенок приучается раньше вставать. Это прежде всего полезно ребенку. И он должен раньше ложиться. Аким и обоих мегаполисов отметили, что казахстанцы в большинстве случаев негативно реагируют на нововведения. И призвали более лояльно и аналитически относиться к изменениям в системе. Только сотрудничество может привести к положительным сдвигам. Сабина Таргаева, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Эра космических технологий, похоже, наступила. Разработчики представили кольцо, которое способно открывать любые двери. Будем надеяться, что гаджет получит применение исключительно в рамках закона. Потеря ключей дома или авто – очень проблематичная ситуация. Приходится вскрывать, потом менять механизм. Теперь все это в прошлом. В Испании разработчики представили супер-кольцо, которое отпирает любые замки. Да и потерять его невозможно. Оно всегда на пальце. Подносите это кольцо к замку, и оно автоматически сделает разблокировку. Действует оно только на коротких дистанциях, поэтому вся информация защищена. Если вы все-таки кольцо где-то оставили, вы можете взять другое и вбить прежние параметры. Супер-кольцо выглядит как ювелирное украшение. Да и водонепроницаемые свойства вам только на руку. Благи и дела Цукерберга только множатся. Основатель Фейсбук намерен обеспечить Индию постоянным и бесперебойным интернетом. Его до предела возмутило решение местного правительства – временно заблокировать бесплатный доступ к ряду сайтов через социальную сеть. Если доступ в интернет и к Фейсбуку будет открытым, то это даст возможность устранить безработицу. Тысячи тысячи интернет-вакансий откроются для жителей Индии. Я намерен с этим бороться. Цукерберг также выразил свое признание компании Apple, которая отказала передать контроль над айфонами в руки ФБР. Он призывает крупные медиа-компании объединиться и выступить единой силой. Старшип Технологис представила робота-почтальона. Он ходит по улицам и развозит посылки со скоростью 6 км в час. У получателя будет специальная карта, которая поможет открыть нужное отделение багажника, где лежит заказ. Совсем скоро жители Великобритании и США первыми испытают необычного Печкина. Яна Бучкова, Новости Ревю. Журналисты Ревю развернули секретную операцию. «Покажи иностранцу дорогу!» И честно, от результатов мы были в шоке. Всем привет! Меня зовут Конор Миколоти, я из Америки. И сегодня мы будем делать социальный эксперимент. Наш гость будет подходить к прохожим и задавать простые вопросы на английском языке. Как проехать в торговый центр или где купить цветы? Вы говорите немного английского? Да. Вы знаете, как я получил променаду? Да, конечно. Но я здесь. Извините, я из Америки. О, ты говоришь английский? Да. Вы знаете, где я могу найти лошадь? Какая лошадь? Там есть, как, в магазине. Вы можете найти, как, в любом месте. Вы знаете, как я могу туда? Да, я знаю. Можешь идти сюда. Хорошо. Хорошо. Просто... Где? Ага. Ага. О, это север. Солч. 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 О, киног. Норв. Да, да. Окей. Это называется тюлэби? Тюлэби. Окей. Что это? Это это? Это это? Нет. Окей. Но... Какой дорогой? Это... Это... Да. Да. Но... Вы знаете, это на дороге. О, так это... Да. Да. 4-5 стр. Вы говорите, что вы говорите? Да. Вы знаете, где я могу найти кофе? В Мали. В Мали. В Бикмабет Синева. Вы можете идти и пить кофе. О, реально? А там есть Синева? Да. Синева, кофе-бар и плей-граун. О, прекрасно. Хорошо. То есть это на другой стороне улицы? Да, на другой стороне улицы. Отлично. Твой английский очень хорошо. Спасибо большое. Всего за полчаса Коннору согласились показать дорогу больше 20 человек. Объясняли, кто как мог. И на пальцах, и на словах даже другому языку пытались научить. На самом деле, только один человек очень свободно владел английским языком. А вот остальные не так. Они владели очень простым английским языком. Такие простые слова. Наш необычный эксперимент показал, что потеряться иностранцу на улицах Алматы не так страшно. Казахстанцы хоть и не на идеальном английском, но смогли объяснить дорогу и даже получили бесплатный урок разговорной речи. Яна Пучкова, Респая Кыш, Новости Ревю. Время так быстро летит, и некоторые голливудские звезды вообще не стареют. То ли эликсир молодости где-то заказывает, то ли показали старости неприличный жест. Фаррел Уильямс, Джаред Летто и многие другие звезды, которые застряли в своих 25. Американский актер и рок-певец Джаред Летто в свои 43 года выглядит на все 20. Его уже в шутку называют Дориан Грей, который душу продал за молодость. Своему отличному виду певец находит лишь одно банальное объяснение – здоровый образ жизни. Хотя не зря этот хитрец носит густую бороду. За такой растительностью морщины трудно разглядеть. Известный певец и продюсер Фаррел Уильямс будто недавно школу закончил. А ведь этот молодец разменял уже пятый десяток. Его друзья даже подшучивают, мол, возрастная брутальность его обошла стороной. То, что я выгляжу молодо, не всегда играет мне на руку. Из-за этого рождается столько сплетен. Думают, что у меня свой пластический хирург или даже что я имею отношение к вампирам. Хотя я просто часто умываюсь. Отчаянная домохозяйка Ева Лангория – настоящий объект зависти. Сегодня актрисе 41 года. Выглядит она как в далеком 2004-м, когда впервые появилась на экране. Актриса признается, что плачет она крайне редко. Поэтому и морщины попробуй найди. На самом деле я просто фанатка всяких кремов и масок для лица. Но этим болеет каждая девушка, по-моему. Но главный секрет моей молодости – мой мужчина. Я не хочу, чтобы рядом с ним была старушка. Актер Уилл Смит в свои 46 выглядит практически как ровесник собственного сына. И его фильмография это доказывает. Что отличает его сегодняшнего от 27-летнего – это появление седины. Актер борется со временем на брусьях да с гантелями. Хотя иногда и грешит на гены. Холли Берри – пример того случая, когда годы только украшают. Ну разве Даш этой красотке 48 лет? Актриса, как оказалось, просто поселилась в спортзале и почти не ест сладкое. Хоть она и бывшая девушка Бонда, но обязана всегда быть на высоте. Вдруг обратно позовут. Яна Пучакова, Новости Ревью. Это программа Ревью и мы продолжаем. Ребят, ведь всех нас в детстве учили, что хвастаться нехорошо. А о 50 Cent о таком, судя по всему, не говорили. Чрезмерным пафосом рэпера заинтересовались правоохранительные органы. Теперь за каждую долларовую пачку артист будет отчитываться перед судом. В прошлом году Кертис Джексон объявил себя банкротом. При этом еще и должен остался. Государство до сих пор ждет от него уплаты 8 миллионов налогов. 50 говорил, что такой суммы у него нет. Однако снимки в социальных сетях буквально кричат. Мне некуда деть все эти деньги. Теперь Джексону придется доказывать, что банкноты на фото не настоящие. Провоцировать с помощью Инстаграма любит и Бритни Спирс. Девушка выложила на своей страничке серию откровенных видеороликов. По признанию исполнительницы, это Ода ее по стройневшему телу. Ведь все знают, как тяжело Спирс дается похудение. Дакота Джонсон боится папарацци. По словам актрисы, иногда она не выходит из дома, если видит, что на улице ее ждут фотографы. О боже, я забыла свои бриллианты, и они знают даже об этом. Иногда я просто не хочу их видеть. Друзья Дакоты слова девушки подтверждают, а самая близкая подруга и вовсе рассказала, что рекомендовала актрисе обратиться к психологу. А в Лондоне прошла церемония вручения наград Эль Стайл Эвордс 2016. На красной дорожке собрались главные красотки Туманного Альбиона и Голливуда. Меня сегодня признали лучшей ТВ-актрисой. Это так приятно. Я надеюсь, они мне ее вручили не потому, что я беременна. Прислуга герцога и герцогини кембриджских грозятся устроить забастовку. Дело в том, что Кейт и Уильям решили сократить зарплату работникам. Представители монаршей семьи заявили, что сейчас с недовольными ведутся переговоры, и все надеются, что дело разрешится мирно. В российском шоу-бизнесе разворачивается скандал. Егор Крид посвятил выступление бывшей девушки Нюши, исполнив ее песню на одном из концертов. Парень добавил к треку один авторский куплет, в котором обвиняет отца певицы в разрыве их отношений. Владимир Шурочкин пытался изъять ролик из Ютуба и, видимо, выяснял отношения с Кридом. В ответ на это Егор выложил видео на своей страничке в Инстаграме. И я не хотел говорить, солдат не хочет войны, но ты сам это начал получить черные звезды. Теперь все ждут ответной реакции Шурочкина. Кстати, виновница разборок Нюша не вмешивается в процесс. Так что непонятно, на чьей она в итоге стороне. Сабина Таргаева, Новости Ревью. Арман Канарбаев всем сердцем любит Ашиматай. Изменять супруги певец не намерен даже на экране. О том, как его соблазняли, а он сопротивлялся, преданный супруг рассказал журналистам Ревью. Весь шум из-за того, что Арман согласился помочь другу и сняться в дебютном клипе его подопечной. По словам Аши, если она в самом начале и была против, то позже любимого все же поддержала. Я сняла с его пальца сама кольцо, потому что я понимаю, что такое съемки, я понимаю, что такое творчество, вот и красивая картинка, поэтому я считаю, что все должно быть целостно. Изначально сцены объятий не были оговорены и на съемочной площадке из-за этого возникли трудности. Были моменты, когда было неприятно, допустим, обнимать какую-то девушку, являясь женатым человеком и вообще, но потом, подумав и поговорив с режиссером, мы пришли к мнению, что здесь ничего плохого нет. Конечно, неприятно видеть, когда твой муж обнимает какую-то другую девушку, но я считаю, что это творчество. Я человек творческий, поэтому полностью его поддерживаю. Самое главное, я знаю, что его сердце принадлежит мне. В казахстанском шоу-бизнесе есть пары, которые появляются на экранах исключительно в комплекте. Однако Арман уверяет, что к ним с женой это не относится. Если будут предложения интересные из фильмов, из клипов, почему бы нет, вот как, не секрет, что недавно Аша снялась в клипе у Соса Павляшвили. В общем, все бывает в первый раз, и экранная любовь тоже. Главное, что реальная семейная жизнь не пострадала из-за постановочной интрижки. Сабина Доргаева, Ганик Алоов, Новости Ревью. А сейчас по трендам. Ревью объявляет следующий сезон весна-лето антикризисным. А все потому, что фэшн-эксперты решили не нагружать какими-то новыми сверхмодными штуками. Просто девочки носите то, что успели закупить год назад при более благоприятном курсе. Февраль подходит к концу, а значит, пора подумать о весеннем гардеробе. Грядет пора апгрейда не только матушки природы, но и стиля. Не торопитесь доставать из шкафа все, что у вас есть. Сперва сверьтесь, соответствует ли его содержимое трендам сезона. Если есть вязанные кардиганы, вы уже в теме. Ну и пара вещей ручной работы добавит образу нотку креатива. Все, что ты делал своими руками, либо ты купил вещи, которые были произведены и сделаны в Казахстане, это сейчас в очень большом тренде. Но только оригинал. Алекс Джен настоятельно рекомендует забыть про фейки. Как бы это ни было печально, но все знают, что у тебя сумка не Луи Виттон и кроссовки не от Шанель, если ты студентка из обычной семьи. Вы одеваете малоизвестные марки, но это будет правильнее, но оригиналой, чем вы будете носить фейки, там ходить с поддельной сумкой Биркин. Золото, серебро, все оттенки зеленого и ярко-красный цвет при умелом сочетании сделают весенний образ идеальным. Ольга Дружинина, стилист, который работает с глянцем и многими телепроектами, советует обратить внимание на стиль сафари. Для вдохновения посмотрите коллекцию Валентина. Легкие шелковые наряды с вышивкой можно замиксовать с кожаной курткой и грубыми ботинками. Нужно найти свою индивидуальность, свой почерк. Но при этом, понятно, тренды заданы. Их нужно брать на себя, адаптировать, понимаете. Очень тупо одевать то, что предлагает дизайнер в тоталуке. То есть нужно поразмыслить, пофантазировать. Те, кто успел накупить брюки-кюлоты еще прошлым летом, для вас хорошие новости. Эта модель актуальна и в 2016-м. Из всяческих тканей, от шелка до замши. То есть они до сих пор остаются модными. Также легкий деним. Все, что платья, шорты, я не знаю, все, что вам заблагорассудится. Спорт шик. Не выходит из моды уже несколько сезонов. Кожа, как натуральная, так и искусственная, то есть эко, также не сдает свои позиции. Носить ее в различных интерпретациях и цветах. Байкерские косухи, женственные модели шорт и топов. Главное не нацепить все фэшн-советы за раз, чтобы не было обратного эффекта. Виолетта Тельманова, Даурен Миргалиев, Новости Ревью. Главное, чтобы все эти тренды налезли на нас после зимы. Диетологи и звезды Голливуда уже наметили для себя суперфуды этого сезона. Чем питаться в преддверии весеннего обострения? Смотрите в следующем сюжете. В последнее время все только и говорят про правильное весеннее питание. Мол, а витаминоз одолевает, да и с кожей творится непонятно что. Самое время вспомнить про суперфуды этого сезона. Сейчас очень модные такие крупы, как киноэ, например, из овощей, сельдерей. Нужно добавлять побольше овощей и фруктов сезонных. И главное соблюдать золотое правило – не разделяй. Все, что считается полезным, необходимо превращать в ударную витаминную дозу. Смузи будут в самый раз. А вот с приходом периода весеннего обострения необходимо вспомнить и про афродизиаки. Чтобы ваша сексуальность имела сбалансированное состояние, бегом в супермаркет за этими продуктами. Такие продукты, как клубника, там очень много цинка, что поднимает уровень тестостерона. Он отвечает за именно половое влечение. Также витамин Е, содержащийся в авокадо, в оливковом масле. Как только витаминная терапия пройдет успешно, необходимо уделить время коже. И здесь тоже есть правило – все, что не доели, нанести на лицо. Овсянка послужит прекрасным скрабом, а вот фрукты заменят дорогостоящие маски. Голливудская поп-дива Бейонсе на днях раскрыла всем свою секретную диету, чем и шокировала. Как оказалось, перед весной певица усиленно налегает на жиры. Красная рыба, креветки и яичница только из белков – ежедневный ее рацион. Такие продукты делают кожу упругой. Вот и не стесняется Бейонсе оголять свои округлости. Несмотря на то, что до весны рукой подать, у вас есть еще время подготовить свой организм. К тому же учеными доказано, что полезной еды много не бывает. Яна Пучкова, Респай Кыш, новости ревью. Крысы-саперы! В Камбодже для грызунов нашли более интересную альтернативу. Теперь эти зверюги помогают находить мины. Крысы на поводке неплохо заменяют собак. Крысы обучаются быстрее собак и их легче перевозить. А еще труд грызуна оценивается намного дешевле, чем человеческий. Работают они 6 дней в неделю по 3 часа в сутки. Зверяков в Камбодже завезли из Африки, где эксплуатация их труда уже давно практикуется. Есть много преимуществ. Например, крысы могут очистить 200 квадратных метров от мим за 20-25 минут, тогда как людям-саперам на эту же площадь потребовалось бы 2 или 3 дня. Когда четвероногий сапер находит взрывное устройство, ему выдают вознаграждение в виде бананов. Чем больше обнаруженных мин, тем больше лакомства. Ради фруктового гонорара грызуны работают с большим энтузиазмом. На этом все. Увидимся завтра в 20-20. Берегите себя. Одежду ведущим предоставил бренд Нити-Нити.